видео журнал горячий мастер представляет продухи что это такое главной причиной создания этого видео послужили письма моих зрителей которые увидели на ю тубе у одного из строительных блогеров видео в котором он говорит людям что если у вас есть продухи то прямо зимой их откройте и не закрывайте никогда морозный холодный воздух высушит ваш подпол после этого я открыл опрос у себя на страничке ю туба и буквально за минуту мне люди накидали вот такие вот ответы по вопросу если у вас доме продухи и зимой открытые они или закрытые результат меня не то что удивил меня просто результат этого опроса ошеломил закрытые продухи сейчас зимой у 53 процентов опрошенных а закрытые и утепленные на толщину стены у 13 процентов опрошенных но это опять из той из той массы что вот 53 процента просто часть из них утеплила эти продухи побольше шапка натолкала если сказать попроще и о ужас открытые продухи на данный момент у 14 процентов опрошенных и не знаю что это такое и где находится аж 20 процентов опрошенных уважаемые зрители в стране с холодным климатом иметь открытые продухи среди зимы и поэтому я все-таки решил опровергнуть этот идиотизм который подает человека то живущий где-то на юге украины и считает что что все живут люди на юге украины и продухи должны быть открыты иногда информация бывает просто враждебно многие зрители вообще путают что такое продухи под пол этого дома через фундаментом это все это эти отверстия разная тема венфасаде и в цоколе или фундаменте дома венфасад я уже рассказывал в одном из видео это кладка из кирпича я говорю про венфасад из кладки кирпича облицовочной сзади который может ходить воздух между венфасадом и основной стеной для того чтобы устранять некое отсыревание как люди говорят или перегрев дома летом там делают делается такие проходы и воздух там просто ходит просто кладка кирпича отдельно от несущей стены но это совсем другая история это не продухи а продухи это отверстие проделанные в фундаменте дома с определенным шагом определенным размером венфасад воздух двигает для того чтобы сушить стены а отверстие в фундаменте или в цоколе сделано для того чтобы проветривать ваш подпол или ваш подвал летом только летом если воздух проходит ваш подвал он должен все ваш подвал просто сушить а воздух идущий через венфасад этот воздух сушит именно саму стену саму основную стену дома не венфасадную стену а саму стену дома в общем такой принцип я против этой истории сушить венфасад у меня стена глухая с облицовкой все вместе ну вот представьте сейчас видите стрелочки показывают как у вас движется воздух по венфасаду но еще есть отверстие продуха вот сейчас это цвета морской волны стрелочка показывает что вот это продух мы вы видите на улице зима когда зима это отверстие должно быть закрыто никогда продухи не должны быть открыты зимой не то что зимой а даже при недостаточно теплом воздухе на улице воздух должен быть на улице прогрет и сухой и тогда уже продухи можно открывать вот это вот эти отверстия должны быть закрыты всегда когда на улице холодно а уж зимой это сто процентов и не чуть-чуть заткнуты какой-то шапкой со стороны улицы а весь вот этот продух должен быть забит по всей своей из подвала и с улицы надо чтобы все это было плотненько забито чтобы не было никакого промерзания стены и никакой конденсации внутри самого канала продуха таким образом вы сохраните в подполе стабильные плюс 15 так как земля под домом все равно же согревается а представляете если у вас продухи будут открыты и холодный морозный воздух как учил один смешной деятель будет заходить ваш подпол тогда подполе у вас будет минус 10 земля замерзнет под фундаментом вспучит ваш фундамент и вот ваш дом вот так вот подпрыгнет понимаете то есть если вы будете промораживать грунт под своим домом то этот грунт просто начнет замораживаться и ваш дом треснет а для чего же тогда люди утепляют отмостку утепляют соколь утепляют свои свой фундамент снаружи люди же боятся что дом замерзнет боятся что земля под ним промерзнет чтобы не дай бог не выперла где-то стену морозным пученьем либо песчаная подушка под фундаментом которую люди некоторые по ошибке чрезмерно насыпали что она влажная замерзнет разбухнет и разопрел стены вашего дома а тут какой-то деятель говорит пустите холодный воздух в подпол вот вам разрез дома неважно из чего сделаны основные стены из чего сделаны внешние стены сейчас вот красные выделены эти про это продухи отверстия ведущие ваш подпол с улицы и еще вот сейчас вы видите мигают это специальные продухи специальные решеточки которые устанавливались раньше в комнатах по углам их можно было найти в домах старой постройки да и сейчас у многих они есть вот продухи дома вот то что сейчас красным и продухи в полу вот то что сейчас синим это целый комплекс это целый комплекс системы проветривания вашего подпола и чтобы ваш подпол был теплый но это все открыто и действует в основном только летом потому что холодный воздух пускать под пол нельзя а летом продухи у вас открыты уличный теплый воздух заходит под пол и оттуда через вот эти вот окошечки продухов в полу выходит в дом потому что из дома идет вытяжка всегда летом она открытая она тянет хорошо и таким образом ваш подпол просыхает вот это оранжевым мы отметили просыхание вашего подпола и грунта под домом но если у вас нет этих отверстий этих решеточек в полу которые находятся над подполом то тогда проветривание вашего подпола или фундамента только через продухи абсолютно не происходит многие думают что эти продухи могут работать насквозь с одной стороны дома в другую в другую сторону на улицу воздух будет продувать и проходить на самом деле не будет если эти будут окна большие полметра на полметра если будет их по три по четыре с каждой стороны дома тогда возможно но если эти отверстия у вас всего лишь два кулака то никакого проветривания сквозного невозможно да конечно если вы приоткроете люк подпола как-то оградите его чтобы никто туда не упал то тогда какое-то движение воздуха будет но она будет неравномерно потому что будут такие застойные углы вашем подполе или подвале где воздух циркулировать не будет а когда решеточки по углам то это более равномерно ну да некоторые считают что можно опустить канал вентиляции в подпол или подвал и оттуда уже качать этот воздух каким-нибудь принудительным методом чтобы у вас там турбинка стояла и она качала этот воздух но опять же это можно делать только принудительно потому что сам по себе канал из подпола вытяжки работать не будет уважаемые зрители теперь вы знаете что нельзя открывать продухи ваш дом зимой и нельзя их открывать даже летом когда на улице холодно когда установится теплая сухая погода тогда можно их открывать и проветривать ваш подпол о том как иметь теплые полы в доме с некапитальными перекрытиями у меня есть подробное видео ссылку вы можете найти в описании слушайте совет умных людей подписывайтесь на наш видео журнал горячий мастер расскажите о нас своим друзьям и знакомым видео журнал горячий мастер представляет продухи что это такое главной причиной создания этого видео послужили письма моих зрителей которые увидели на ю тубе у одного из строительных блогеров видео в котором он говорит людям что если у вас есть продыхи то прямо зимой их откройте и не закрывайте никогда морозный холодный воздух высушит ваш подпол после этого я открыл опрос у себя на страничке ю туба и буквально за минуту мне люди накидали вот такие вот ответы по вопросу если у вас доме продухи и зимой открытые они или закрытые результат меня не то что удивил меня просто результат этого опроса ошеломил закрытые продухи сейчас зимой у 53 процентов опрошенных а закрытые и утеплены на толщину стены у 13 процентов опрошенных но это опять из той из той массы что 53 процента просто часть из них утеплила эти продухи побольше шапка натолкала если сказать попроще и о ужас открытые продухи на данный момент у 14 процентов опрошенных и не знаю что это такое и где находится аж 20 процентов опрошенных уважаемые зрители в стране с холодным климатом иметь открытые продухи среди зимы это просто смерти подобно и поэтому я все-таки решил опровергнуть этот идиотизм который подает человека живущий где-то на юге украины и считает что что все живут люди на юге украины и продухи должны быть открыты иногда информация бывает просто враждебная многие зрители вообще путают что такое продухи а что такое вентфасад дома перед вами сейчас фото дома с вентфасадом где за облицовкой кирпича существует движение воздуха и организованы вот такие входы воздуха за эту кладку облицовочную видите а внизу вот там где сейчас красным мигают кружочки вот это и есть продухи это продухи которые отверстия проделаны в цоколь под пол этого дома через фундамент для того чтобы воздух проходил а оранжевые вот эти отверстия сейчас выделены это отверстие через которые воздух должен заходить вентфасад дома это все это это эти отверстия разная тема в вентфасаде и в цоколе или фундаменте дома вентфасад я уже рассказывал в одном из видео это кладка из кирпича я говорю про вентфасад из кладки кирпича облицовочной сзади который может ходить воздух между вентфасадом и основной стеной для того чтобы устранять некое царевание как люди говорят или перегрев дома летом там делают делается такие проходы и воздух там просто ходит просто кладка кирпича отдельно от несущей стены но это совсем другая история это не продухи а продухи это отверстия проделанные в фундаменте дома с определенным шагом определенным размером вентфасад воздух двигает для того чтобы сушить стены а отверстия в фундаменте или в цоколе сделано для того чтобы проветривать ваш подпол или ваш подвал летом только летом если воздух проходит ваш подвал он должен все ваш подвал просто сушить а воздух идущий через вентфасад этот воздух сушит именно саму стену саму основную стену дома не вентфасадную стену а саму стену дома в общем такой принцип я против этой истории сушить вентфасад у меня стена глухая с облицовкой все вместе ну вот представьте сейчас видите стрелочки показывают как у вас движется воздух по вентфасаду но еще есть отверстие продуха вот сейчас это цвета морской волны стрелочка показывает что вот это продух но вы видите на улице зима когда зима это отверстие должно быть закрыта никогда продухи не должны быть открыты зимой не то что зимой а даже при недостаточно теплом воздухе на улице воздух должен быть на улице прогрет и сухой и тогда уже продухи можно открывать вот это вот отверстия, эти отверстия должны быть закрыты всегда, когда на улице холодно, а уж зимой это 100% и не чуть-чуть заткнуты какой-то шапкой со стороны улицы, а весь вот этот продух должен быть забит по всей своей протяженности, по всей своей протяженности и с подвала и с улицы надо, чтобы все это было плотненько забито, чтобы не было никакого промерзания стены и никакого конденсации. внутри самого канала продуха, таким образом вы сохраните в подполе стабильные плюс 15, так как земля под домом все равно же согревается, а представляете, если у вас продухи будут открыты и холодный морозный воздух, как учил один смешной деятель, будет заходить в ваш подпол, тогда в подполе у вас будет минус 10, земля замерзнет, под фундаментом вспучит ваш фундамент и вот ваш дом вот так вот подпрыгнет. Понимаете? То есть, если вы будете промораживать грунт под своим домом, то этот грунт просто начнет замораживаться и ваш дом треснет. А для чего же тогда люди утепляют отмостку, утепляют соколь, утепляют свой фундамент снаружи, люди же боятся, что дом замерзнет, боятся, что земля под ним промерзнет, чтобы, не дай бог, не выперла где-то стену морозным пученьем, либо песчаная подушка под фундаментом, которую люди некоторые по ошибке чрезмерно насыпали, что она влажная замерзнет, разбухнет и разопрет стены вашего дома. А тут какой-то деятель говорит, пустите холодный воздух в подпол. Вот вам разрез дома, неважно из чего сделаны основные стены, из чего сделаны внешние стены. Сейчас вот красные выделены, это продухи, отверстия ведущие ваш подпол с улицы. И еще, вот сейчас вы видите, мигают, это специальные продухи, специальные решеточки, которые устанавливались раньше в комнатах по углам. Их можно было найти в домах старой постройки, да и сейчас у многих они есть. Вот продухи дома, вот то, что сейчас красным, и продухи в полу, вот то, что сейчас синим, это целый комплекс, это целый комплекс системы проветривания вашего подпола, и чтобы ваш подпол был теплый. Но это все открыто и действует в основном только летом, потому что холодный воздух пускать в подпол нельзя, а летом продухи у вас открыты, уличный теплый воздух заходит в подпол, и оттуда, через вот эти вот окошечки продуха в полу, выходит в дом, потому что из дома идет вытяжка всегда, летом она открытая, она тянет хорошо, и таким образом ваш подпол просыхает. Вот это оранжевым мы отметили просыхание вашего подпола и грунта под домом. Но если у вас нет этих отверстий, этих решеточек в полу, которые находятся над подполом, то тогда проветривание вашего подпола или фундамента только через продухи абсолютно не происходит. Многие думают, что эти продухи могут работать насквозь, с одной стороны дома, в другую сторону на улицу, воздух будет продувать и проходить, на самом деле не будет. Если эти будут окна большие, полметра на полметра, если будет их по три, по четыре с каждой стороны дома, тогда возможно. Но если эти отверстия у вас всего лишь с два кулака, то никакого проветривания сквозного невозможно. Да, конечно, если вы приоткроете люк подпола, как-то оградите его, чтобы никто туда не упал, то тогда какое-то движение воздуха будет. Но оно будет неравномерное, потому что будут такие застойные углы в вашем подполе или подвале, где воздух циркулировать не будет. А когда решеточки по углам, то это более равномерно. Ну да, некоторые считают, что можно опустить канал вентиляции в подпол или подвал, и оттуда уже качать этот воздух каким-нибудь принудительным методом, чтобы у вас там турбинка стояла, и она качала этот воздух. Но опять же, это можно делать только принудительно, потому что сам по себе канал из подпола вытяжки работать не будет. Уважаемые зрители, теперь вы знаете, что нельзя открывать продухи в ваш дом зимой, и нельзя их открывать даже летом, когда на улице холодно. Когда установится теплая, сухая погода, тогда можно их открывать и проветривать ваш подпол. О том, как иметь теплые полы в доме с некапитальными перекрытиями, у меня есть подробное видео, ссылку вы можете найти в описании. Слушайте советы умных людей, подписывайтесь на наш видеожурнал «Горячий мастер», расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!